МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ты сама расскажешь, какой ты мультимастер для тех телезрителей, кто еще по каким-то причинам не знает о тебе. Ты работала на 8-м канале, в том числе с нами на проекте «Владивосток от кутюр». Расскажи о себе, о своей деятельности нам интересны. Ну, наверное, в первую очередь я сумасшедший мультимастер. Я человек, который совмещает в себе разные деятельности абсолютно. Это и модельная карьера, это и работа на телевидении, и где-то немножечко я артистка. Вот я похвастаюсь, меня в кино убили, я первая жертва маньяка, открывашка фильма, было очень приятно сниматься, не умирать. А что касается основной моей деятельности, то я занимаюсь в индустрии красоты волосами, макияжем. Я буду очень просто говорить, да, без вот этих бьюти-блогерских моментов. Волосы, ногти, лицо, все просто. И работаю я с людьми, с большим удовольствием, с большим стажем, с опытом. Совмещать получается, наверное, просто это уже опыт, большой-большой опыт. Потому что меня так растили в свое время, это была музыкальная семья. И меня как в 4 года поставили к станку, пой, играя на фортепиано, вот тебе флейта, вот тебе гитара, вот тебе скрипка. Я подрастала, добавлялись инструменты, у меня не было выбора. И моему мозгу, моим рукам приходилось уметь перестраиваться. К слову, можно немножко тебя перебью о бьюти-блогерстве. Ты достаточно известный блогер, у тебя немало подписчиков. Но ты не злоупотребляешь этой бьюти-темой, хотя это твоя жизнь, по сути, ты очень интересуешься этим, тебе всегда интересны какие-то новые проекты, так или иначе, связанные с бьюти-индустрией. Но ты как-то умудряешься вести этот блог. Ну, я бы не сказала, что в сторону красоты ты его все-таки как-то поворачиваешь. Почему ты не хочешь на этом, может быть, зарабатывать? Я не знаю, вот сегодня это настолько актуально, популярно, и очень многие девушки это делают, даже те, кто не являются профессионалами. Можно я скажу, вот как я по-настоящему считаю, кто такие бьюти-блогеры? Не умеешь готовить, критикуй. Вот честно, и для меня не существует такого понятия бьюти-блогер. Раньше это называются, были разговоры на кухне с подружками. Я купила косметику, посмотри, круто. Все перепробовали, окей. Сейчас это понятно, это модно, это формат, это тренд, но это не моя тема. Я работаю не на пафос, массы, косметику, марки, бренды. Я работаю с людьми, с их душами, с их судьбами. Мне гораздо интереснее выпустить какой-то пост, блог о какой-то человеческой судьбе. И я немножечко вмешаю туда, да, мою работу, сферу красоты, потому что она помогает человеку идти по жизни, принимать какие-то решения, в первую очередь любить себя. И есть Элла Блок, я его сама для себя называю в честь своей бабушки. И я там пишу действительно то, что думаю. И очень часто это далеко не сфера красоты. Однако людям это интересно. И молодым девушкам в том числе. Да, 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 да. Потому что если брать Инстаграм, что это такое? Это суррогат. Мы открываем профиль, все идеальные, все красивые, у всех все круто. Ну, в жизни так, сами знаете, не бывает. У нас у каждого идеальный Инстаграм, и есть какие-то мелкие проблемы. И люди хотят как раз подсмотреть вот в эту замочную скважину кому-то, в судьбу кому-то домой, и узнать, что ага, у него тоже есть эти проблемы. Я не один на этом свете, я не такой несчастный. Поэтому, ну, девушкам, конечно, это интересно. Тем более в молодом возрасте, насколько я знаю, матовая помада их волнует гораздо меньше, чем отношения с молодыми парнями. Это здорово, что у тебя именно такие подписчики. Почему именно с тобой я решила поговорить на тему совмещения сразу нескольких сфер деятельности, объясню. Ты в начале нашего разговора упомянула, что ты занимаешься абсолютно разными вещами в жизни, но ты везде профессионал, то есть ты везде имеешь действительно какую-то очень сильную базу. Если ты музыкант, так ты действительно оканчивала музыкальную школу по нескольким классам, как я понимаю, и так далее, и так во всем. Вот мне кажется, сегодня это очень актуально, потому что в том же самом блогерстве очень много ненастоящего. Мы можем принимать это за какую-то истину. Мы сейчас даже не говорим только про бьюти-индустрию, да, мы говорим о том, что это есть какие-то серьезные вещи. Там, например, я не знаю, вплоть до того, что какие-то серьезные советы психологические, ты, кстати, и психологом являешься, насколько я знаю, дипломированным. Да, и люди идут на это, прислушиваются, даже платят деньги и получают в итоге совершенно некачественный результат от работы или продукт. Вот что ты думаешь об этом? Ой, это очень-очень сложная тема, и тут на самом деле на удачу. Потому что когда мы открываем вот этих блогеров, много подписчиков, все очень красиво, и человек, конечно, начинает верить, начинает смотреть. Люди всегда тянутся к чему-то шикарному, к чему-то богатому, к чему-то счастливому. Блогеры продают стиль жизни. Они не продают совет, они не продают продукт. Это стиль жизни. Возьми, купи, сделай так, и ты станешь таким. Это реклама, это вот то, что мы видим постоянно. Купи ласку, и ты будешь черный, без катышек. Не знаю, я даже не знаю, что на это сказать. Вот блогерство, ну, прям вот никак, у меня блог стоит. Я никак к нему не отношусь. Единственное, что я сама смотрю, читаю, это блог про котов. Блогер-кот, да. Котики интересные все. Да, косой кот, мне нравится, ориентал. И блогеры, которые travel-блог, путешественники. Безусловно, интересно, когда из разных точек мира они советуют, какие гостиницы, они рассказывают, как выжить, как не выжить. Но это уже идет не индустрия красоты, не сферы, там абсолютно другое. Все правильно тебя понимают? То есть ты не ставила перед собой цели изначально набирать большое количество подписчиков. Ты просто как дневник свой какой-то ведешь. Абсолютно верно. А люди уже сами приходят. Да. Это одна из сверх твоей деятельности, потому что все-таки вести блог это тоже достаточно серьезная работа, на которую ты потратишь определенное количество времени. Тебе это легко дается. Я просто иду и пишу. У меня не такое, что я выставляю какой-то пост, вот здесь сейчас в 11 прайм-тайм, мне должны отлайкать, мне вообще все равно. У меня пошло, я хочу что-то сказать миру. Я иду и пишу, и это может быть 3 часа ночи, это бессонница. Ну, абсолютно и разные темы. Это и дети, и любовь, и красота. Поэтому нет, это просто мой дневник. Вот это правильно. Я думаю, пора поговорить о прикладной части нашей беседы. Это твоя профессия, ты все-таки стилист, визажист, парикмахер. И, как мы сказали, ты психолог. Помогают ли тебе эти сферы вместе, когда они сочетаются? Ты понимаешь, что, конечно, помогают, потому что хороший мастер, он должен найти контакт с клиентом. И это впоследствии сложится в качественный результат его работы и будет привлекать все больше и больше клиентов. И вообще, когда ты успела, сразу же, второй вопрос задам, как ты успела все эти образования получить, когда ты находишь на это время? Потому что, я думаю, все-таки нашему зрителю интереснее всего узнать о том, как грамотно совмещать разные профессии. Так, сейчас расскажу по порядку. Как мне помогает психология? Вот это все, она мне не помогает, это я помогаю людям. Мне приятно то, что я могу все свои знания, все свои навыки применить в работе. И после того, как человек получает услугу красоты, он еще получает кусочек энергии, может быть, какое-то напутствие доброе. И ему становится чуточку легче. А я, в свою очередь, я получаю непостоянного клиента. Я не завязана на деньгах, я получаю приятеля. У меня все клиенты, они все мои, вот, как уже, как друзья. И добавляются, когда новые, я редко беру, но иногда вот бывает. И это приходят такие же необычные люди. Мы же все подобное, подобному притягиваем. Поэтому, ну, я приобретаю хороших людей, а люди приобретают неплохого мастера, наверное. Я правильно понимаю, все-таки, конечно, в случае, когда ты хочешь совмещать сразу несколько профессий одновременно, в первую очередь, ты, конечно, должен все эти профессии любить. В первую очередь. Ты должен ими болеть. И только тогда это будет успешный результат. Именно, именно. Как совмещать? Ой, как это сложно. Вот именно, я много раз разговаривала с людьми, которые говорят, ой, я не успею, ой, я не смогу. Есть какая-то мечта, пойти на танцы, научиться играть на гитаре. Ну, вот у меня же работа, у меня же дети. Да, Господи, ну, не поспи час, возьми ты эту гитару, потрогай, познакомься. И вот это должно прийти изнутри. Ты должен гореть, ты должен об этом думать. Засыпая перед сном, ты должен там просматривать мастер-классы какие-то, как красят, как стригут или как играют на гитаре. Просыпаясь, ты должен думать, ой, как классно, я сейчас буду там делать девочку из блондинки в брюнетку, и классно. У нее муж приходит с рейса, вот ему понравится. То есть это работает так, это надо в первую очередь любить. Во вторую очередь, это не нужно иметь никаких оков на себе, вот этих вот неуверенностей, неудач. То есть не стоит бояться, да, самому себе строить какие-то преграды, что я не смогу, что... Даже если боишься, делай. Не умеешь, скажи да, потом разберешься, главное влезть. Ну, на самом деле, я так начинала работать. Нужно широким шагом идти, идти, идти. Не получается, хорошо, да ты расскажи, что у тебя не получилось. Может быть, это кому-то тоже даст, ну, полезность какую-то свою. А в плане совмещения именно вот жизненного, если серьезно говорить, работа, дети, дом, наверное, нужно что-то ущемлять. И я как раз пример того, когда карьера забирает большую часть времени, а не семья. Идти на жертвы все-таки прижатся. Это жертва, конечно, безусловно, это жертва, и у кого как складывается. Если девушка счастлива в браке, у нее замечательные детки, и ей нужно пожертвовать детьми, времени с ним, чтобы записать бьюти-блог, не надо. Надо ценить то, что ты имеешь на самом деле, это уникально. И мы живем ради людей, ради родных, ради семьи. Просто у меня так сложилось, что я могу в мир нести еще что-то. То есть, конечно, приоритеты придется расставлять. Безусловно, да. Это нужно учитывать сразу. Чтобы делать все сразу, ты понимаешь, что ты вот как маленькая песчинка, а вокруг очень-очень много дел, ты их выполняешь, ты как какое-то вот... Плохое слово, но это правда, слуга, наверное. Крутишься, вертишься. Но это несет свои плоды, и я чувствую себя счастливой в своем теле и в своей жизни. Сколько времени в суток у тебя уходит на сон? Если честно, ну, боже мой. Ну, чтобы люди понимали, на что придется пойти. От 3 до 5 часов, когда 6 по-разному бывает, я могу сутки не спать, двое, когда проект на проекте. Суть работы в том, вот именно в моей работе, в нем я работаю в салоне, потом съемка, потом какой-то выезд, мне надо красавицу невесту сделать. И я вот так вот кручусь-верчусь, а к вечеру у меня у самой съемка должна хорошо выглядеть. Тут не до сна, не до еды, не до чего. Меня часто спрашивают, а что ты такая худая? Поживите так, как я, вы такие же будете. Вот он, секрет стройности. Секрет стройности, не спать, не жрать. Алла, немножечко все-таки расскажи, с чего ты начинала свой путь в бьюти-индустрии Владивостока? Насколько это было сложно и как давно это было? Это было 15 лет назад. Я бросила музыку, потому что я уже не могла видеть эти ноты. И меня тянуло-тянуло в красоту. Мы жили очень небогато, ну, крайне небогато. И открывая журналы, мне казалось, что это просто, это пик, это вот круче, не может быть ничего, как быть в журнале или по телевизору. И меня туда тянуло. Я что-то на подружках пыталась, красила. Ну, а потом, мой пробивной характер, я пришла в салон красоты. Мне было, ну, 14 лет мне было. Я наврала, что мне 17, что я все умею, что я и визажист, и парикмахер. Я вот такая вот. Меня взяли, мне кажется, просто поржать, откровенно говоря, потому что все-все видели. Но я настолько была наглая и пробивная в своем, что я начала... Мне кажется, слово наглость неправильно. Мне кажется, ты была просто амбициозной, и люди увидели, что у тебя есть потенциал. Ну, может быть. Либо просто хотели посмотреть, что из этого выйдет. Я действительно, боже, это ужас, я это говорю впервые в жизни. Я училась на людях живых, в салоне, за деньги. Это правда, у меня не было базы. Потому что в то время, когда я начинала этим заниматься, не было... Это еще вообще не было разу. Интернет, инстаграм, боже, был мейл, ICQ, понимаете, да? И когда я пришла в салон, вот это вот был ад. Это мясо. Меня кидали под танкину, пришла работой. И, конечно, мне очень быстро пришлось сообразить, что такое оксид, что такое порошок, девятка. Ага, это красим сюда. Были косяки. Я до сих пор не могу забыть свою первую невесту. Я прошу прощения. Надеюсь, брак удался. Это был жуткий макияж. Я вышла с чемоданами, я села на улице, я ревела и говорила, все, я никогда не буду визажистом, я не смогу. Я прошла именно через танки. Я училась на людях. И поэтому мои шишки настоящие, и у меня вот такой опыт, мне уже ничего не страшно. Подводя итог нашей первой части разговора, и мне кажется, может быть, даже это будет какое-то объективное оправдание твоей истории, которое ты сейчас рассказала. Нет, нисколько, ну, может быть, наглости в какой-то степени, то, что действительно сейчас у людей есть возможность этому учиться. Сейчас огромное количество источников, и действительно в профессиональных мест, куда можно пойти и пройти какие-то курсы и так далее. Тогда этого не было вообще. 15 лет назад это было не то чтобы не развитое, это был какой-то еще даже отчасти постсоветский период в любом случае, когда у нас только-только все появлялось, и ты смогла, ты училась, иначе у тебя не было шанса прийти к тому, что есть сегодня. Может быть, нет, были определенные центры обучающие, да, колледжи, это все было, но у моей семьи не было возможности платить за это обучение. Поэтому я пошла с черного хода. Что ты еще скажешь? А сейчас мир открыт, открывай YouTube, смотри Instagram, вдохновляйся, общайся с людьми, и не надо тратить, допустим, ты же не пытаешься стать великим профессионалом, ты хочешь это делать для себя, просто бери и делай. И не важно, смешно это, страшно, если ты кайфуешь от этого, покажи мужу, он тебя погладит по головке, и все счастливо. Давай сейчас сделаем небольшую паузу в нашем разговоре. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Алла, помимо того, что ты занимаешься прическами, макияжем и так далее, ты еще и модель, профессиональная модель, действительно. У тебя замечательные фотографии. И на самом деле, как мне кажется, эта сфера у нас буквально недавно начала только-только развиваться, она пока лишь набирает обороты, но ты уже давно в ней, тем не менее, в Владивостоке находишься. Расскажи об этой части своей жизни, своей профессии. Это, наверное, моя отдушина, если честно. Это я не могу сказать, что это работа. Работа, но на самом деле в городе Владивостоке модельная сфера не очень сильно кормит. Да, это где-то приятно, платят. У нас есть заказчики хорошие, фотографы, которые платят моделям. Но это больше для меня отдушина, конечно, потому что когда я встаю в кадр, ну, мне хорошо. Я занимаюсь этим достаточно давно. Я еще висела на выставке в картинной галерее, когда вот был слет фотографов. И, ой, боже мой, какой кошмар, там такие жуткие фотографии. Это было давно. Но это очень большое удовольствие доставляет. Это другой творческий полет, наверное. Ты там одеваешь для себя еще больше, больше, больше ролей. Вот все, что я не успеваю сделать в жизни, я, наверное, это делаю на съемках, добиваю. Да, вот сегодня я хочу быть принцесской, завтра я хочу быть чертиком. Это очень приятно. И в плане развития, я скажу так, наверное, за последние года 4 Владивосток взлетел. У нас же Владивосток из кого состоит? Визажисты, блогеры, модели и фотографы. У нас обычных людей нет. У нас все небесные жители и талантливых очень много. Девчонок красивых очень много. И я вижу, что есть прирожденные девчонки, которые просто вот ты поставил ее в кадр, она уже рабочая. Все, она уже красавица. Поэтому это всеми мильными шагами сейчас развивается. Знания, все приходит, Азия рядом, все работают. Я думаю, большое будущее на самом деле. Да, я вот почему сказала, что это развивается только сейчас. Потому что, конечно, модельные агентства у нас были всегда достаточно крупные, неплохие. Я училась в свое время. Но это все куда-то за границу всегда уходило. А сегодня появляются красивые съемки, ничуть не хуже именно во Владивостоке, чем глянец зарубежный. Мы можем видеть очень яркие, интересные фотографии. Это работы молодых, перспективных фотографов. Тут есть очень крутые мастера своего дела. Суть в чем? Владивосток – это микромир. Вот есть большой мир, куда там кто-то ездит, стремятся. А есть Владивосток. Мы находимся, как это, ну вы поняли, где мы находимся. И у нас своя иерархия, свой менталитет, свои приколы, милки, спинсы, фотосессии, бартер. Вот это ключевое слово бартер. Владивосток – город Бартер. Интересно, давай разобьем немножко эту тему. Бартер. Что значит? То есть получается, если ты работаешь в сферах, о которых ты рассказываешь, и совмещаешь эти сферы, соответственно, у тебя завязывается много знакомств. И ты всегда можешь обратиться за помощью. Давай как-то расскажем, как в данном случае действовать, может быть, кому-то это поможет. Сейчас расскажу. Когда ты первый раз встречаешься на работе с новыми людьми, не важно, дизайнер, фотограф, не важно кто, работаешь, допустим, на коммерческой основе. Но если это твои люди, то через час вы уже вместе общаетесь, пьете кофе, все хорошо, и планируете следующие проекты. И когда тебе звонят, ты уже денег не возьмешь. Тебе не нужны эти деньги, потому что ты хочешь творить. И начинается вот этот обмен энергией, вот этот бартер. Бывает, когда звонят. Пожалуйста, отработайте на съемке, взамен вы получите то-то, то-то. Если визажист новичок, он, допустим, может отработать за фотографии в портфолио, отметка в Инстаграм. Если что-то выше, то уже товаром отдают, гонорар или еще что-то. Я беру все, я скажу честно, мне не важно, я это делаю с удовольствием. Дали печеньку, спасибо. Не дали, у меня остался опыт, у меня остались приятные люди, либо те, с которыми я больше никогда не свяжусь. Ты всегда тот человек, которого можно увидеть на различных социально важных проектах. Это проекты, например, инклюзивного танца. Расскажи об этой части своей жизни. Я вижу, что ты всегда стараешься оказывать помощь, когда к тебе обращаются люди, которые являются организаторами, инициаторами данных проектов. Юлия Барханова, она организатор, она человек, который несет этот гигантский проект в своих маленьких женских ручках. И она меня позвала. Да, я там работаю. Я могу сказать, что это очень сложно в душевном плане. В физическом я не буду говорить про спину, про ноги, которые эти на формулах своих железных переезжают. Первый раз было крайне тяжело. Я впервые увидела изнутри жизнь этих людей, мне было тяжело. Вот в этом году я уже отработала легче, я уже делала им замечания, у меня уже пропала вот эта душевная боль, и я увидела людей с неограниченными возможностями. То есть я даже не хочу вот это ограничение, вот они особенные. Как супергерои вот на своих вот этих блестящих колесах, как глаз горит у людей. Мы все понимаем прозрачность проблемы, мы все понимаем, как эти люди живут, как не приспособлены у нас ни дома, ни парапетов, ничего, какая медицина дорогая, сколько стоят эти коляски. Не будем это обсуждать, но я могу зажечь их глаз, я могу посмотреть на этом проекте, как они вот это вот творчество свое отдают. Они настоящие артисты с большой буквы. Это люди, которые через боль, которые своими бедными мышцами, я не знаю, уже там их осталось не так-то много, они танцуют, и они будут жить очень долго. И дай бог, я верю, конечно, что, ну, чудеса бывают, может быть, кто-то и будет исцеляться. То есть, в принципе, как я понимаю, это тоже придает тебе своего рода силы, желание двигаться дальше самой, потому что, знаешь, как у нас бывает какая-нибудь депрессия. А мы идем по улице, и нам грустно, там, я не знаю, какой-то элементарной ерунды на самом деле. А ездит тебе навстречу человек в инвалидном кресле и улыбается. И тебе сразу становится очень стыдно, правда, за то, что у тебя какая-то депрессия. Честно? Нет. Я такая, если у меня депрессия, то я самая несчастная на свете. Кто бы мимо не проехал... То есть, они у тебя бывают все-таки? Да, кто бы мимо не проехал, на меня ничего не подействует. Я действительно буду считать, что я все, я вот самая несчастная. Тут другое, как это сказать, они как-то вдохновляют, ты смотришь, это как на чудо. Ты смотришь, и тебе хочется давать, давать, давать больше, 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 чтобы еще наблюдать вот этот блеск в глазах. Нету стыда, нету вот этой душевной боли потом уже. Вот это слово на букву уже я вообще не буду произносить, оно запрещено в этих кругах, никого мы не жалеем. Тем более, я видела, как они ругаются между собой. А еще я видела, что вот есть машины такие, вот у кого-то Lexus, у кого-то там Nissan AD. А в колясках то же самое. И когда есть крутая коляска, я видела эти взгляды, и я видела, как они перешептываются. Но это же круто, это же, ну, я не знаю, это другой мир, который, ай, какой-то параллельный, какой-то волшебный, и мне там нравится. Я там буду работать, и пускай я там сдохну от усталости, но я буду их выпускать на сцену красивыми. У нас остается немного времени буквально для разговора, и хочется, во-первых, спросить у тебя, готовишь ли ты, может быть, какие-то социальные проекты, какие-то планы на 2018 год, есть ли уже у тебя, потому что я знаю, что ты всегда придумываешь что-то новое. И попрошу тебя подвести все-таки итог нашего разговора, пусть он выглядит так, попунктно перечислить, на что нужно быть, к чему нужно быть точнее готовым, если ты планируешь все-таки совмещать в своей жизни несколько сфер деятельности. Так, главное всего-всего не забыть. 2018 год. Ну, во-первых, каждый год я планирую выйти замуж. Этот год не исключение, если что. Да, вот меня можно найти в Инстаграме, Алла Генерала, нижнее подчеркивание. Телефон есть. Красные розы люблю. 14 размер. Ну и вот, что касается проектов, социальные, да. Хочу, хочу делать то, что я хочу по-своему. Ну, возможно, Аня, я буду тебе звонить, я буду тебе писать и плакать, говорить, Аня, Аня, возьми. Это круто. Я секреты не буду рассказывать. Но я думаю, все уже поняли, что я больше вот по людям, по душе вот туда вот. Мне больше нравится вот эта сфера, более тонкая. И это тоже будет все направлено на человеческие возможности, невозможности и на чудеса. Которые случаются. Посмотрим. По пунктам, если проговорить, что нужно делать, чтобы делать все одновременно. Во-первых, не слушать людей, которые тебе говорят, ой, за двумя зайцами ничего не поймаешь, беги за десятью. Тогда хотя бы двоих поймаешь. Это А. Б. Вообще никого не слушать, потому что обязательно будут люди говорить, ты не сможешь, ты не справишься, а зачем тебе это надо, а там не платят. Делай то, что хочешь. Смотри, чтобы это не обижало людей, чтобы никому от этого не было плохо. К сожалению, нужно расставлять приоритеты. И чаще всего страдает семья. Вот тут надо искать очень такой важный баланс. Нужно быть смелее, не нужно бояться ничего, нужно просто переть вперед. И не важно, как ты выглядишь со стороны, кто что скажет, да не важно. Людей волнует только их собственная жизнь всегда. И в то время, когда он на вас смотрит, вам кажется, ой, он увидел, что у меня нет укладки, у меня отросли корни, у меня черные руки. И вот мои руки, да, я работаю. Руки мастера. Это руки мультимастера, господи, какой кошмар. В этот момент человек стоит и думает, купить картошку, с детьми сделать уроки. Так, муж не позвонил. Людям все равно. Думайте только о себе и своей семье. И я хочу вернуться в музыку. У меня осталось 3 часа из суток, и я думаю, я начну петь снова. Ну что, спасибо тебе огромное за этот воодушевляющий на весь 2018 год разговор. Спасибо за советы, которые ты дала. Мы желаем тебе удачи от 8 канала. Спасибо огромное, что нашла время и пришла к нам сегодня. К вам я приду всегда. Приползу. Удачи тебе. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова